Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Какая все-таки у Самвела несознательная аудитория? Сколько времени уже длится этот сбор и никак не может закрыться? Наверное, недели три? Чуть больше? Ну, примерно так, да? Бедненький, он уже не знает, с какой стороны надавить на своих зрителей. Бедная овечка, пришел с работы, а тут еще надо трансляцию сделать. Постоянно и в Ютьюбе, и в ТикТоке напоминает, что сбор еще не закрыт. Было бы неплохо, если бы зрители имели совесть и помогли этот сбор закрыть. Но сколько он еще будет с ним возиться? Закрывать собственными силами, я так поняла, Севка не намерен. Он будет мучиться, страдать, выходить в трансляцию, конючить, просить, умолять, упрашивать. Как он говорит, унижаться и стоять перед вами на коленях, но закрывать своими силами он его не будет. Да, у него есть деньги, но поэтому они у него и есть. Если он будет швыряться именно направо и налево, то от них ничего не останется. Копейка рубль бережет. Одно дело заплатить за уколы страшноты для себя, любимого, и совсем другое дело отдать эти деньги на сбор. Севка говорит, я и так уже отдал более чем предостаточно. Теперь уже ваше дело закрывать все эти сборы. Осталось совсем-совсем чуточку, самую малость, и он будет свободен, как сопля в полете. Всего лишь 2700 нужно. Слава Богу, выконючил, вымолил, упросил, закрыли таки зрители, все. Можно выдохнуть ему спокойно. Не знаю, рискнет ли он еще браться за эти сборы, но если только не заставит. Пусть хоть так, неделю, две, три, но ведь все-таки 140 тысяч смог собрать. С грехом пополам, буквально. Сидит, жалуется, как он устал, какое-то недомогание у него. Но, естественно, ни днем, ни ночью человек не видит покоя. Постоянно сидит в ТикТоке. Но Севка скваливает это все на другое. ТикТок здесь ни при чем. Это день рождения виноват. Говорит, последние две недели, это он стал с возрастом обращать на это внимание, самые сложные. Говорит, человек слабеет, подвержен всяким недугам. Откуда берется этот бред? И вот я смотрю на него, он его несет на полном серьезе. Он не шутит, не притворяется. Он серьезно об этом говорит. То он ни во что не верил. Сейчас и неудачам от черной кошки готов поверить, и пустым ведрам. А Севке никто не говорил, что самое страшное, это когда черная кошка разбивает пустым ведром зеркало. Какие такие недуги, какая такая слабость перед днем рождения. А есть ли люди, которые вообще не отмечают этот праздник? Ну, не хотят. Есть такие люди, которым нафиг это не нужно. Ну, как-то по детству оно же все по-другому воспринимается. Хотя есть и взрослые такие, что ой, там за полгода такие приготовления начинаются, что мама дорогая. А кому-то нафиг не надо. Ну, не хочет человек. И ничего не замечает ни тот, ни другой. Вообще, я, честно говоря, вот такого никогда не слышала. Что какие-то недуги, какие-то проблемы, какая-то слабость. Что человек какой-то становится вот этим всяким, ну, как, нечистой силе, что ли. Что можно там на него что-то сделать, там, наколдовать или еще что-то. Что за ерундень какая-то. Говорит, высосали всю энергию из него. Ну, пусть он еще больше общается с дьяволовой. И не такое начнется. Он думает, что она ему с помощью своих темных сил помогает просто так. Да нет. Вот здесь вот сто процентов. Да, действительно, все эти, вся эта нечисть, она на самом деле существует. И помогать она даже готова. Даст на рубль, а заберет, правда, потом на миллион. И не обязательно деньгами. Забрать может чем угодно. Вот, может быть, поэтому севка и чувствует, что у него что-то такое в организме происходит. Будет не очень хорошее. Какая-то слабость, энергия потерялась. Спрашивают, конечно, зрители у него, какие у него планы на день рождения. Не строит никаких планов. Уже не первый раз он говорит о том, что он был бы счастлив, чтобы его оставили в покое, в полном одиночестве. Ой, севка, смотри. Не зря он зрителей всегда раньше предупреждал. Сейчас как-то он перестал об этом говорить. Бойтесь своих желаний. Как он хотел поправиться. Помните эту историю он рассказывал? Всегда был такой худой. Он так мечтал поправиться. А потом поправился. И так поправился, что пришлось даже садиться на диету. Так вот и сейчас. Хочется ему побыть в одиночестве. А это может на самом деле случиться. И он готов к этому одиночеству. Говорит, с удовольствием бы сходил в кафе, отпраздновал там. Ну-ну, в одиночестве, в кафе. Да он уже жрать без тиктока не ходит. Слава богу, в туалет не берет. В тикток он хочет отпраздновать свой день рождения. Я думаю, что у севки большие надежды на этот день. Но что ему от той компании, которая его окружает, и которая каждый год, в принципе, в том же составе присутствует на этом празднике. Ну, что они могут ему предложить? Какую-то интересную веселую компанию? Нет. Он уже присытился этими людьми. Он уже их знает вдоль и поперек. Он уже устал от них. Ну, родственники приедут, может быть, да, Ира. Ну, припрет она ему очередную завалявшуюся вещь из своего дома. Надо ее предупредить, чтобы она такую везла, которая под витрину бы залезла и присоединилась к тыкве, которая у севки там пылится. Прошлогодний подарок Ирочке. Ей дома не пригодился, она притащила севки. Диана что притащит? У тебя, дядя, все есть. Вот тебе милипиздрический тортик, который севке тоже даром не нужен. Хоть он будет пп, хоть не пп, нафиг ему это все нужно. Сытники для севки? Ну, это тоже люди без ума и фантазии. Ну, подарят какую-нибудь фигню или мелочь, ну, типа 200 долларов. Коля? Ну, Коля, конечно, подарит хороший, дорогой подарок. Но на этот подарок севке придется раскошелиться. Опять-таки, кайфа и прикола никакого нет. Зрители с Ютьюба? Ой, раньше как было весело, когда он проводил дни рождения. Да и вообще все праздники в трансляциях со своей аудиторией. Ой, с самого утра курьеры просто табуном стучали в его двери. Но эти времена остались далеко в прошлом. Люди перестали осыпать его щедрыми дарами. А когда прекратились донаты, так севке вообще стало скучно и кисло на Ютьюбе. Поэтому вся надежда у него сейчас на зрителей в ТикТок. Он там, считай, человек новый, еще неразгаданный, неизведанный. Ну, будет он сидеть максимально в тот день, как можно дольше. PayPal будет открыт, подарки, хоть и виртуальные, но, в принципе, тоже приветствуются. Ведь это же живые деньги. Они же потом конвертируются-то в вполне себе твердую валюту. И тут, бах, звоночек. Звонки на номер бабы Тани продолжаются. У севка прикалывается, что ли? До сих пор продолжаются звонки, и он ничего не предпринимает? А заехать и купить еще одну сим-карту и заменить вот по-тупому засвеченную? Не судьба? Это же дело пары минут. Он что, кайфует от того, что мамки продолжают названивать? Сидел, думал, думал, хотел заблокировать звонки с незнакомых номеров. Минут десять кумекал, так ничего и не получилось. Да эти сим-карты стоят недорого. Для него тем более. Сидит дурью мается, как рыбак. Ловит на удочку бестолковых зрителей, которые продолжают названивать его матери. Непонятно зачем. Я так и не могу понять, что они хотят от этой бабки. Ну, дозвонятся они до нее. Дальше что? Они ей что-то скажут? Или они рассчитывают, что там получится какой-то у них интересный, конструктивный с нею диалог? Черт, что и сбоку хвост. Стали зрители спрашивать, а что там у вас с Айгаком? Ну, наверное, спрашивают те, которые не смотрят Самвела в ТикТок. Не знают, что он не так давно приходил в эту квартиру. Наверное, где-то около часа он сидел с этим котом. Даром тратить время и развлекать кота он, конечно же, не стал. Он вышел в трансляцию в ТикТок. Так что все с этим котиком в порядке. А вообще, интересно тогда получается, как он рассказывал, я без этого кота жить не могу. Ребята, я так его люблю. Я так люблю с Айгачка. Дышать без него не могу. Стоило котику заболеть, какие горькие слезы он над ним лил. Все, наверное, ребята помрет. Ну, слава богу, котик выздоровел. За многое он был благодарен этому котику. В этом котике он души не чает. Так что ему мешает сейчас приезжать к нему днем, каждый день, проводить с ним время? Да, Севка как-то по улицам не очень стал активно передвигаться. Чаще всего он выходит в стрим из квартиры или из театра. Ну, вот от случая к случаю иногда из Колиного офиса. Но только у него в основном на канале. Как бы он не хорохорился, но все-таки что-то изменилось. Он предпочитает по улицам лишний раз не шарахаться. На заправку он вообще сейчас не приезжает. На улицы из машины раньше он частенько выходил. Но сейчас выходит крайне редко. Все-таки думает, что он прячется. Ну, по крайней мере, как-то старается себя обезопасить. Все-таки есть такая опасность, что могут его под белые ручки взять. Далее спросили у Самвела, какая самая лучшая страна для жизни? Севка говорит, Канада или Австралия. Давно он был в этих странах, чтобы уверенно так отвечать, что это самые лучшие страны для жизни. И почему туда не поехал, когда была такая возможность? Не, ну вот на самом деле, откуда он знает, что эти страны самые лучшие для жизни? По слухам, где-то видел какую-то, черпал откуда-то такую информацию. Но почему он решил, что именно Канада и Австралия? Почему не Америка? Почему не Франция? Почему не Италия? Да много еще стран. Почему не туда? Вот людям кажется, что вот там, где они живут плохо, но стоит уехать, все, сразу жизнь наладится. Вот есть такая категория людей. Все время надо куда-то мчаться. Вот где-то им будет намного лучше, чем они живут вот здесь. Не, иногда в самом деле так происходит. Но ведь все зависит от обстоятельств. Вот, например, если человек ленивый, и в его стране у него ничего не получается, вот только по причине лени. Но разве, переехав в другую страну, ситуация у него изменится, у такого человека? Он же и там будет сидеть и лениться. Да наоборот, может стать еще хуже. Например, не будет возможности купить свое жилье, а съемное будет не по карману. Вот уже проблема. Как за это все платить? Значит, надо идти работать. А работать он не хочет. И опять-таки все упирается в то, что проблема-то не в стране, а в том, что ты ленивый. А если поедет в страну, где говорят на другом языке, и будет сложно устроиться на работу, это тоже может стать серьезной проблемой, языковой барьер. Вообще, при переезде надо же думать, какая цель человеком именно преследуется. И почему у него не получается вот здесь, вот где он живет, почему у него здесь ничего не сходится, ничего не складывается. Канада или Австралия. Интересно так, почему именно и эти страны? И очень часто, кстати, у него звучат именно эти две страны. Канада или Австралия. Ну вот Алла поехала в Канаду тоже. Где попадешь? В какую местность? Тоже говорит, делать нечего вообще. Просто деревни-деревни. Это я про Аллу из ТикТока. Тоже не в восторге. Тоже хочет куда-то переезжать. Ну вот, пожалуйста, переехал человек в Канаду, и тоже не в восторге. Опять надо ей куда-то, куда-то бежать. Как перекати поле. Вот такие люди, это перекати поле. Спросили Севку про театр. Что там для вас театр? Ой, как он начал юродствовать. Это моя жизнь. Это храм искусства. Театр. Вся моя жизнь. Прям жить не может он без него. И вы знаете, такие странные люди попадаются. Они все принимают за чистую монету. Но ведь даже по голосу было слышно, что он прикалывается. А человек это принял на полном серьезе. А потом стали говорить, ой, а недавно-то ты что говорил? Так сложно с такими людьми, которые не догоняют и не догоняют конкретно. Выглавкался Севка. Без этого, конечно, не обошлось. Собрался уходить. Ну все. Баба Таня даже не стала дожидаться, пока за ним закроется дверь. С наслаждением включила телевизор, уткнулась в него новенький телевизор и погрузилась в просмотр фильма про тюрьму. Вот видите, у каждого свои интересы и предпочтения в этой жизни. Баба Таня ловит кайф от просмотра фильма Севка от ТикТока. Было бы интересно узнать, что вас, мои дорогие зрители, радует в этой жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. На этом я свой обзор буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.